Обзор главных событий дня вашему вниманию представляет информационная программа новости в студии Насиба Гулямова. Добрый вечер. Председатель города Душанбе Рустам Эмумали 15 января провел расширенное заседание актива столицы, на котором были подведены итоги деятельности столичных властей за 2018 год и поставлены задачи на новый 2019. 15 января в исполнительном органе государственной власти города Душанбе были подведены итоги социально-экономического развития столицы в 2018 году и поставлены задачи на 2019 год. Вначале председатель города Душанбе, уважаемый Рустам Эмумали, рассказал о деятельности исполнительных органов государственной власти в Душанбе по содействию социально-экономическому развитию и осуществлению преобразований в городской инфраструктуре, сфере услуг, а также о дополнительных источниках доходов для бюджета. Председатель города, в частности, отметил, что в 2018 году валовый внутренний продукт составил более 13,8 миллиардов самани, а темпы его роста по сравнению с 2017 годом составили 7,3%. Увеличение валового продукта обеспечено ростом промышленного производства на 18%, товарооборота на 20%, пассажиропотока на 5%, грузоперевозок на 7% и платных услуг населению на 4%. Председатель города Душанбе Рустам Эмумали сообщил, что эффективное использование новых мощностей и производство конкурентноспособной и импортозамещающей продукции позволило увеличить объем промышленного производства на 18,3%. Председатель города Душанбе, уважаемый Рустам Эмумали, дал поручение увеличить производство продукции на промышленных предприятиях города и отметил, что в столице функционирует 22 новых промышленных предприятия, на которых обеспечены рабочими местами 27 тысяч человек. Общее количество субъектов хозяйствования за отчетный период достигло 42 331, что на 826 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также внимание актива города было обращено на упущения и недостатки в работе сфер образования и здравоохранения города. На заседании также были выслушаны отчеты и обсуждены вопросы, связанные с развитием производства и созданием новых рабочих мест, духовным развитием и формированием молодежи, духа патриотизма, верховенством закона и предупреждения преступности, полной уплатой налогов, обеспечением населения электричеством, профилактикой и контролем инфекционных заболеваний. А также вопросы по предотвращению импорта и продаже бракованных лекарств, эффективному использованию сельскохозяйственных земель в столице и другие важные вопросы. Председатель города Душанбе Рустам Имамали также заявил, что в текущем году столицу намерены посетить главы 27 государств и поручил организовать их встречу на высшем политическом и культурном уровне. Зумрат Файзиева, Бобуалита Хойзуда, телевидение «Таджикистан». Предприниматели и отечественные производители получают поддержку со стороны руководства и правительства Республики Таджикистан. Так, подписание указа главы государства о внесении изменений в указ президента Республики Таджикистан от 16 января 2018 года и объявление моратория на все виды проверок субъектов предпринимательства в производственной сфере Республики Таджикистан до 1 января 2021 года, несомненно, эффективная мера государственной поддержки в деятельности предпринимательства в производственных сферах, и это способствует созданию новых рабочих мест, усилению промышленного и экспортного потенциала страны, сокращению проверок и созданию таким образом благоприятного климата для предпринимательства и инвестирования в Республики. Изменения внесены в пункт 1 указа президента Республики Таджикистан об объявлении моратория на все виды проверок деятельности субъектов предпринимательства в сферах производства. Теперь, после внесенного изменения, пункт 1 указа гласит объявить мораторию на все виды проверок деятельности субъектов предпринимательства в сферах производства Республики Таджикистан до 1 января 2021 года. В комментарии к указу отмечается, что целью продления моратория на все виды проверок деятельности субъектов производственного предпринимательства является государственная поддержка деятельности субъектов предпринимательства предпринимательства в сфере производства, создание новых рабочих мест, увеличение промышленных мощностей, уменьшение количества проверок и создание условий для предпринимателя и инвесторов. Указ направлен на регулирование проверок деятельности субъектов производственного предпринимательства и касается всех надзорных и проверяющих органов, в том числе Генеральную прокуратуру, Счетные палаты, Агентство по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией, Национального банка, налоговых и таможенных органов. Напомним, что в 2018 году с целью устранения безосновательных и повторных проверок и создания благоприятных условий для развития предпринимательства был объявлен мораторий на все виды проверок деятельности производственных предпринимателей, что благотворно сказалось на деятельности порядка 2000 субъектов предпринимательства в производственных сферах. Воспитание творческого, изобретательного и инноваторского поколения является решительным требованием времени и залогом успешного продвижения вперед. Именно образование является важным фактором развития общества, одним из средств его стабильного социально-экономического, ну и, несомненно, культурного развития. И именно поэтому образование является фундаментом государства, способом возрождения материальной и духовной культуры общества, а также экономического процветания. До периода независимости в Таджикистане функционировали 13 высших учебных заведений с 70 тысячами студентов. Ныне число этих заведений достигло около 40, а количество студентов увеличилось почти в три раза. Кроме того, более 30 тысяч представителей таджикской молодежи обучаются в высших учебных заведениях развитых зарубежных стран. Так, Институт менеджмента и инновационных технологий города Куляба с целью подготовки высококвалифицированных кадров сотрудничают с лучшими вузами СНГ, в том числе с Московской государственной академией ветеринарной медицины и биотехнологии имени Скрябина. Надежное партнерство связывает Московскую государственную академию ветеринарной медицины и биотехнологии имени Скрябина и Институт технологий инновационного менеджмента города Куляба. В нашей академии обучаются иностранные граждане из 50 стран. Одна из таких стран – это Республика Таджикистан. На сегодняшний день в академии обучается 41 человек из Таджикистана. Мне очень приятно, что ребята проявляют большой интерес к учебе и к освоению русского языка и различных дисциплин. У нас на факультете также учатся представители Республики Таджикистан. И у нас одно из лучших образований в Республике СНГ. То ребята, которые пройдут обучение у нас, будут иметь хорошее конкурентное преимущество и будут являться отличными гражданами своей республики. Студенты, обучающиеся за рубежом, выражают готовность после окончания вуза приехать в родные края и внести свою достойную лепту в социально-экономическое развитие, а также принять активное участие в общественных делах. Мы – счастливое поколение молодежи граждан суверенного Таджикистана. Обучаясь за рубежом, мы хотим эффективно использовать все наши силы, чтобы освоить свою профессию и приехать на родину готовыми специалистами. Мы стараемся впитать знания, чтобы по возвращению на родину внести свою достойную лепту, просветание и прогресс нашего любимого Таджикистана. За последние годы стало очевидно, что современная молодежь Таджикистана более чем когда-либо стремится к изучению наук, знаний, современных профессий и специальностей, направляя свои усилия и инициативы на развитие и благоустройство нашей любимой родины. К зарубежным новостям. До восьми увеличилось число погибших при столкновении трех автомашин в Воронежской области. Боевики совершили нападение на гостиничный комплекс в Найроби. По меньшей мере 14 человек погибли. В результате антитеррористической операции в Барселоне в населенном пункте Игоолада полиция задержала по меньшей мере 17 человек. В 2018 году глобальная температура больше, чем на градус, превысила показатели прошлого столетия. Во власти непогоды Италия, Австрия, Германия, Франция, Швейцария. Осадки не прекращались несколько дней. Парализованы дороги, работы учреждений, горнолыжные курорты. Об этих и других событиях в мире подробнее мои коллеги. До восьми увеличилось число погибших при столкновении трех автомашин в Воронежской области. Иномарка столкнулась сразу с двумя встречными машинами, которые загорелись. Находившиеся в них люди погибли в огне. Боевики совершили нападение на гостиничный комплекс в Найроби. По меньшей мере 14 человек погибли. При этом цифры могут вырасти. Ранее стало известно, что боевикам удалось захватить заложников. Как заявили в полиции, большинство этажей комплекса уже зачищено, но операция по вызволению людей продолжается. Захвату заложников предшествовали два взрыва. На место оперативно прибыли полиция и спецназ. Боевики открыли огонь по силовикам, бросили несколько гранат, а затем забаррикадировались в здании гостиницы. В последние годы в столице Кении не раз происходили аналогичные нападения, за которыми стояли боевики. В 2015 году в Найроби были убиты около 150 студентов в результате нападения на местный университет. А за два года этого десятки человек стали жертвами атаки террористов в торговом центре. В результате антитеррористической операции в Барселоне и населенном пункте Игуалада полиция задержала по меньшей мере 17 человек. Подозреваемые выходцы из Алжира и Марокко ранее привлекались к ответственности за кражу и воровство. По данным следствия, они готовили теракт. Однако их планы все еще находились на начальной стадии. В спецоперации были задействованы более ста сотрудников правоохранительных органов. В Испании сейчас объявлен четвертый уровень террористической угрозы из пяти возможных. В 2018 году глобальная температура больше, чем на градус, превысила показатели прошлого столетия. Температура в Европе была в среднем теплее, чем за все месяцы прошлого года, кроме февраля и марта. В то же время на северо-востоке Северной Америки, в некоторых районах России и Центральной Азии показатели были ниже среднегодовых температур. Во всем мире экстремальные погодные явления привели к гибели людей и разрушениям. Осенью сильные тропические циклоны обрушились на Филиппины и Японию. Новый Южный Уэльс в Австралии пострадал от сильной засухи. В течение нескольких месяцев уровень осадков остается одним из самых низких за всю историю. Европа понесла миллиардные убытки в сельском хозяйстве из-за засушливых сезонов с необычно большим количеством солнечных дней. Последние четыре года были самыми теплыми за всю историю. Во власти непогоды Италия, Австрия, Германия, Франция, Швейцария. Осадки не прекращались несколько дней. Парализованы дороги, работа, учреждения и горнолыжные курорты. Такой масштабной аварии, как позже признались в полиции, эти края не видели, пожалуй, никогда. Более 40 автомобилей столкнулись на горной трассе в Италии, полностью заблокировав участок дороги в полтора километра. Похожая ситуация и в соседней Австрии. Аварийные службы просто не успевают разбирать завалы, которые нарастают с каждым часом из-за мощнейших снегопадов. Ситуация усугубляется десятками поваленных деревьев, которые перекрыли и без того узкие заснеженные дороги. Более 17 тысяч человек оказались отрезаны от внешнего мира. Трассы перекрыты. В Зальцбурге за угрозу схода лавин ограничено движение на некоторых участках железной дороги. Сильнейшие снегопады не прекращаются в этой части Европы вот уже полторы недели. За это время в Австрии и Германии погибли по меньшей мере 15 человек. Среди них трое лыжников. Лавина сошла на отель в австрийском городе Рамзау. Здание гостиницы было полностью разрушено, но, к счастью, никто из постояльцев и сотрудников отеля не пострадал. Спасательные службы сейчас пытаются расчистить завалы. Сильные снегопады также зафиксированы во Франции, Швейцарии, Сербии и Боснии и Герцеговении. Синоптики обещают, что ситуация начнет улучшаться только к четвергу. Ну а пока туристов и местных жителей предостерегают от поездок в горы и просят по возможности не покидать свои дома. Ну и последнее. Обильные осадки спровоцировали сход снежных лавин и камнепады в горных районах страны. Случаи схода лавин были зарегистрированы на участках автодороги Харок и Шкашим и Рашт-Сангвор-Ляхш, граница Республики Кыргызстан. На данный момент для расчистки автодорог задействованы силы и средства КЧС, Дорожная служба Министерства транспорта, местных исполнительных властей. Круглосуточно работает штаб. И кроме того, для дальнейшего обеспечения безопасности на автодорогах Душанбе-Худжан-Чанак, Душанбе-Харок, Душанбе-Ляхш, граница Республики Кыргызстан, из числа спасателей КЧС созданы мобильные группы, которые ведут круглосуточное дежурство. Напомню, что по данным Агентства по гидрометеорологии страны опасность схода снежных лавин и камнепадов сохраняется в Республике до 20 января. И в связи с этим КЧС по гражданской обороне Республики Таджикистан еще раз настоятельно просит населения будьте осторожными и не теряйте бдительности по возможности воздержаться от поездок через опасные участки, автодорог и походов в горы. Уважаемые телезрители, это были все те новости, о которых мы успели вам рассказать к этому часу. О развитии событий на нашем канале, как обычно, в 20.30. Будьте здоровы!